Инспекторов ГИБДД теперь можно встретить не только на дороге, но и на собственном пороге при наличии неоплаченных штрафов. Теперь дорожные полицейские проводят совместные рейды с судебными приставами, наведываясь домой к нарушителям-неплательщикам. Сотрудниками управления Федеральной службы судебных приставов произведен совместный рейд с сотрудниками ГИБДД. По должникам, у которых имеются штрафы, неоплаченные за переход в неположенном месте, а также особое внимание уделили должникам, у которых имеется более 10-15 неоплаченных штрафов ГИБДД. За 10 месяцев этого года сотрудниками отдельного батальона ДПС УМВД России по Ивановской области было составлено более 54 тысяч административных материалов на общую сумму более 75 миллионов рублей. Из них взыскано более 37 миллионов рублей. 544 материала составлены по статье 20.25 Кодекса об административных правонарушениях, а это именно неоплата штрафа в срок, предусмотренный действующим законодательством. Самые злостные неплательщики штрафов, как ни странно, не водители, а пешеходы. Примерно половина из них, получив от инспектора на руки квитанцию, забывает о своем проступке и о том, что необходимо оплатить штраф. Но это задолженности небольшие – от 500 до 1000 рублей. В этом элитном доме проживает водитель-рекордсмен. За ним числятся 60 неоплаченных штрафов. Приставы и инспекторы подняли мужчину прямо из постели. Разговаривать перед объективом телекамеры он отказался. Что за штрафы? Штрафы ГИБДД. На вас зарегистрировано два автотранспортных средства. На мне шесть машин. Две мои, четыре коммерческие. Ну так вы не все это обязаны взять штраф, потому что машина на вас зарегистрирована. Я себе не согласна с постановлением ГИБДД. Вам нужно обращаться в суд за их обжалование. Выяснилось, задолженность мужчина уже погасил. Правда, не явился к приставам с квитанциями для подтверждения. Потому числится по-прежнему в должниках. Теперь инцидент исчерпан. По следующему адресу нарушитель со стажем. Мало того, что ездил пьяным, садился за руль и после лишения водительского удостоверения. Кроме того, у мужчины 16 штрафов за превышение скорости. Всего он должен порядка 70 тысяч. Я плачу целую стопку штрафов. Так 15-го куда дели? Вы их обязаны течение двух лет хранить? Ну я не в курсе просто. Ну то есть вы их выкинули? Ну да, я их хранил. Будете заново поплачивать? Не знаю. Я просто не знал, что 16. Это очень много. Мужчина уверяет и рад бы заплатить, но ввиду болезни полгода не работает. Приставам ничего не остается, кроме как наложить арест на имущество должника. Утюг, Витек, телефон мобильный флай, весы напольные, Тефаль и музыкальный центр с двумя колонками. А еще в течение 10 дней должник должен предоставить для описи ареста свой автомобиль. В противном случае судебный пристав вправе выставить требования. По хорошему или по плохому, а погасить задолженность придется. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.